Всем привет! С вами ваш риэлтор в солнечной Испании Маргарита. Сегодня вот на таком красивом обрыве мы решили начать наше видео. Хочу познакомить вас сегодня с квартирой, которая находится на зоне Тори-Вьехи и Ламаты. Это одна из наших строительств Аллегрия. И наши клиенты хотят продать свою квартиру. Квартира имеет три спальные комнаты, две ванных комнаты, террасу, вид на море, парковку, кладовку. И, как и все наши аллегрии, на территории находится общий бассейн, сауна. Ну, в общем, обо всем по порядку. Давайте начнем просмотр. Все наши дома Аллегрия закрыты. То есть вы можете попасть в дом только имея ключ. Так вот мы с вами проходим в подъезд. Так же, как и все, опять же, наши строительства, у нас очень красиво оформлены подъезды. То есть у нас есть зеркала, мы вешаем красивые панорамные картины, мы вешаем пейзажи нашего прекрасного города. У нас очень качественная плитка даже в подъезде лежит, плюс у нас сделаны сливы. Вот у нас начинается территория отдыха. Сразу хочу показать вам нашу замечательную сауну. Вот с такой у нас разноцветной подсветочкой. Очень просторная, качественная. Вы можете пользоваться ей в любое время, пока вы проживаете в этом доме. Вы выставляете для себя индивидуальную температуру. И, опять же, какой у нас хороший большой плюс, что вы здесь сауну, вы проходите совсем дюдють по замечательной территории, которая высажена у нас растениями. Есть зона отдыха, которая у нас выложена искусственным газоном. И вы попадаете к зоне с бассейном. Бассейн у нас глубокий. То есть вы, где из сауны, вы можете замечательно там не только поплавать, но и понырять. Я знаю, что мужчины любят это делать или запрыгнуть бомбочкой даже. Большая территория. То есть здесь достаточно места, так как проживающих у нас не так много. Посмотрите даже с этой стороны, как у нас выглядит домик. Кстати, в этом доме большинство семей проживают круглый год. Вот сейчас здесь стоит замечательный аромат еды. То есть уже время обеда кто-то готовит кушать. Хорошие соседи. В основном это европейцы. Такие спокойные, преклонного, так скажем, возраста. Так что я думаю, что шуметь здесь никто не будет. И давайте спустимся с вами. Сразу посмотрим парковочное место, складовка. И затем уже приступим к просмотру квартиры. Вот такая замечательная, светлая и просторная у нас парковка. Вот наше место для автомобиля. В данный момент здесь стоит машина хозяев, которые нынешние. У нас все здесь предусмотрено. Есть огнетушители, есть сливы. И вот такая замечательная кладовка. Она у нас 5 на 4 метра. То есть туда уместятся и шезлонги, и велосипеды, и все необходимости. Даже если вы захотите сдавать данную квартиру в аренду, вы можете сложить свои вещи сюда. Это очень удобно. И вот как раз у нас идет заезд с улицы в гараж. Наша квартира находится на первом этаже. Но первый этаж по-испански, по-русски он получается второй, то есть достаточно высокий. И вот такая вот классная у нас терраса при входе. У нас здесь располагаются встроенные шкафы, где вы можете также разместить и обувь, и одежду. Все, что только захотите. Плюс вы можете поставить здесь столик со стульчиками, где можно покурить или просто посидеть, полюбоваться бассейном. Дверка, естественно, у нас закрывается. Не забывайте о том, что у нас есть лифт тоже в оранжевом нашем любимом цвете. Сразу на входе мы попадаем в очень маленькую, но уютную прихожую. Здесь у нас стоит тумбочка, и в дальнейшем здесь, конечно, можно разместить еще и зеркало. И также у нас сразу на входе есть гостевой санузел. Санузел у нас состоит из душевой кабины, достаточно просторной. То есть не пожалели пространство, я проверила, даже мужчина в больших габаритах там спокойно уместится. У нас есть унитаз и даже предусмотрели гигиенический душ. Ну и раковина с зеркалом, естественно, стандартно, как и должно быть. Не забывайте, что в этих ванных комнатах у нас есть подогрев пола, который вы можете регулировать по вашему желанию. На входе у нас вот такая вот качественная, хорошая дверь с замками повышенной секретности. Не перестану вам это говорить, сколько не пишите. И мы с вами можем посмотреть первую спальню, так как квартира у нас состоит из трех спален. Это вот как раз-таки первая спальня. Она у нас выходит видами на бассейн, который мы с вами смотрели. Согласитесь, достаточно места для двуспальной кровати, предусмотрены розетки. Также мы предусмотрели здесь наличие розеток и выводов для антенн, для телевидения, для интернета, чтобы не мотались у вас провода. У нас работает система кондиционирования, то есть при желании вы просто выставляете нужную вам температуру. И, естественно, каждая спальня сопровождается встроенным шкафом. Из прихожей, где у нас вот такой замечательный шкаф, и здесь у нас спрятана стиральная машинка, а также водонагреватель, мы попадаем с вами в просторную кухню, соединенную с гостиной. Кухни у нас, вы знаете, все стандартные. Вы почему спрашиваете, почему я употребляю слово стандартные? Потому что у нас соблюден всеми любимый треугольник, и кухня у нас идет в бело-сером цвете. У нас есть холодильник, кстати, очень хорошая фирма Индезит. У нас идет очень хорошая рабочая поверхность, все в сером цвете, так же, как и фартук. Предусмотрены розетки у нас, раковина. И вот такая сделана замечательная у нас варочная поверхность. Ну вот вытяжки я эти не люблю, считаю их неудобными. Можете мне со мной поспорить, кто-то написать. По мне так она громоздкая. Ну, в дальнейшем ее, естественно, можно поменять. Это было вот так вот задумано. И духовой шкаф. То есть ящики у нас все с доводчиками. Кухня белая, серый фартук. Почему я говорю слово стандартный? У нас очень качественная испанская плитка на полу. Причем она у нас глянцевая и повторяет цвет. Вот именно сочетание идет со столешницей. Естественно, здесь сделали вот такую, еще и плиткой выложили стену. То есть у нас цвета сочетаются, идут очень гармонично. У нас здесь достаточно места даже для вот такого, в принципе, большого стола. Прямоугольной формы у нас. Столовая зона имеет индивидуальное освещение. Мягкие кресла. И, кстати, кресла очень удобные. И помимо этих четырех, у нас есть еще два. То есть если у вас больше людей или гости пришли, подвигается стол, доставляются стулья. И вот такая замечательная зона отдыха у нас идет. Как я и говорила, эта стена у нас также выложена вот такими панелями в виде, ну, под плитку, под дерево, под серое, наверное. Симпатичная горка, как вы любите их называть. То есть у нас есть вот такое белое, опять же, идет повторение, сочетание с кухонной мебелью. Глянцевые полочки, вот такой большой экран под телевизор. Кстати, хорошо, что телевизор повесили. Он, по-моему, у нас даже, да, он у нас поворачивается в любую сторону, что, опять же, удобно. Мягкий диван. Кстати, диван действительно мягкий, если в него сесть уже обратно, не встать. Много подушек. Есть вот такая вот даже лампочка с освещением, журнальный столик. Вы его можете поставить и сюда, и передвинуть, то есть по вашему желанию. У нас мебель вся сочетается, очень хорошо гармонично подобрана, мягкие такие, скажем, тона. И большие панорамные окна. Окна мы ставим очень хорошие, у нас очень качественные стеклопакеты с теплой шумоизоляцией. И у нас есть выход на террасу. Вот такая замечательная у нас терраса. Мы сделали ограждение в виде утолщенного стекла, причем стекло тонированное. У нас открываются виды на море, на бухту, где мы начинали с вами записывать видео. Здесь у нас стоит мягкий уголок, причем его купили, чтобы именно он был вот такой разборный. Раскидали его, как кому удобно. Ну, я думаю, что вот здесь не хватает вот не этого маленького столика, а что-то посимпатичнее для того, чтобы можно сесть, покушать, выпить вина вечером, любоваться морем. И так как у нас эта терраса идет сразу на две комнаты, то есть на гостиную, на спальню, которую мы с вами посмотрим, у нас еще и из спальни есть выход на эту же террасу. Пойдемте смотреть спальню. Из гостиной у нас есть вот такой небольшой проемчик, который, возможно, в дальнейшем вы захотите, может быть, и закрыть. И у нас вторая спальная комната, она у нас выходит вот как раз-таки на наш этот дворик, терраску приквартирную, я бы так сказала, то есть достаточно тихая комната. В дальнейшем, я думаю, что ее можно использовать как кабинет, либо детскую. Здесь у нас стоит диван, который раскладывается, и вот такие вот интересные полочки. Естественно, у нас все стандартно, то есть здесь работают кондиционеры, у нас выведены розетки, антенны для телевидения, для интернета. Окно выходит, на всех окнах у нас электрические жалюзи. И, естественно, как и в каждой спальне, у нас здесь есть встроенные шкафы. Шкафы достаточно вместительные, то есть туда можно очень много вещей убрать. Я знаю, что когда живешь, вещей, естественно, становится много. И давайте посмотрим с вами главную спальню, которая у нас идет, это инсюит, то есть она у нас идет с ванной комнатой. Ванная комната у нас, опять же, в таких серых тонах, достаточно интересных. Плитка симпатичная, яркая. У нас тут множество розеток. У нас здесь теплые полы, у нас хорошая, качественная душевая. У нас унитаз, сделан гигиенический душ. И вот такая хорошая большая раковина с зеркалом, со своим индивидуальным освещением. В спальнях у нас лежит везде ламена. Здесь у нас уже, ну так как это главная спальня, у нас большое изголовье, у нас такая вот красивая большая люстра, большая кровать. То есть здесь явно прям размер, наверное, 180. Здесь повесили картину, но за картиной у нас тоже располагаются розетки и выводы антенн для телевидения. То есть вы можете повесить здесь большой телевизор. И вот, как я и говорила, у нас здесь, не будем уже просто туда выходить, открывается балконная дверь. И мы выходим на террасу с видами на море. Вот, кстати, тут уже вот, ну, рядом люди живут, дорога, вы видите, как здесь тихо. Именно потому что у нас стоят очень хорошие стеклопакеты. Здесь у нас стоит система сигнализации, потому что у нас квартира на сигнализации. То есть управление есть и здесь, и на входе. Вот, в общем-то, и все. В принципе, мы закончили с вами просмотр квартиры, и нам осталось только подвести итоги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы закончили просмотр очередного нашего объекта. Я очень надеюсь, что кому-то этот вариант приглянется. Во-первых, квартира очень классно адаптирована для круглогодичного проживания. Помимо этого, данные квартиры очень здорово сдаются в аренду, поверьте мне. Квартира у нас площадью 110 квадратных метров. Построен дом в 2018 году. У нас есть три спальные комнаты, две ванных комнаты, большая терраса, просторная гостиная. Квартира имеет теплые полы в ванных комнатах, кондиционирование. На территории у нас хороший качественный бассейн, сауна, зона отдыха, лифт. И внизу квартира имеет парковочное место с большой просторной кладовкой. Коммунидат, который вы должны будете платить за данную квартиру, будет составлять около 80 евро в месяц. Налог, то есть сумма, которую вы должны будете платить раз в год, составляет 264 евро. А стоимость квартиры 215 тысяч евро. Я думаю, что данный вариант будет вам интересен в любом случае. Ну, а для кого-то, возможно, это мечта в Испании. Я буду рада увидеться с вами снова на нашем канале. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Даже если вам что-то не нравится, я всегда учитываю ваши замечания. Спасибо вам, благодаря вам я учусь. Увидимся скоро с кем-то из вас в Испании, с кем-то с вами именно на нашем канале. Пишите, звоните, я буду рада вам помочь. До скорых встреч. Адьос! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok